Самыми популярными именами у родителей новорожденных соровчан стали Артем, Дмитрий, Александр и Никита. Эти имена лидируют из года в год. Девочек чаще всего в этом году называли Софией, Анастасией, Дарьей или Варварой. В число редких имен за этот период, полгодия 2019, среди мальчиков вошли такие имена, как Эрнест, Николай, у нас один Николай, Дамир, Дриан. Среди женских имен Тея, Айлин, Стефания, Танила, Есения и Ясмин. Также прослеживается тенденция к возвращению старых русских имен. В Сарове появились несколько маленьких Платонов и Миронов – Пелагей, Анфис и Вер. С каждым годом увеличивается число вторых детей. В девяти семьях появились двойни. У кого-то родился второй и третий ребенок, у кого-то третий и четвертый, потому что было две девочки, родились два мальчика. И в одной семье стало теперь пять детей. Самой молодой маме было 16 лет, когда у нее родился малыш. Самой возрастной маме – 49. Возраст пап колеблется от 18 до 35. Что касается браков, то в этом году их зарегистрировано 152, примерно на уровне прошлого года. Брачный возраст за последние годы вырос. Сегодня в основном свои отношения регистрируют пары в возрасте от 30 до 43 лет. Что касается разводов, то их было 159. Большую часть из них составили семьи, которые прожили вместе от 5 до 10 лет. Вроде бы люди, которые прожили 10 лет, уже друг друга узнали, узнали привычки. Научились слышать, уважать, что происходит. Может быть, бытовые какие-то вопросы нерешаемые без расторжения брака. Это тоже на сегодняшний день имеет место быть. По статистике, такие семьи составляют 65% от общего числа подавших заявление на расторжение брака. Самый малый процент среди разводов составляют те, кто прожил вместе год или два. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.